приветствую друзья добро пожаловать ко мне на канал в этом ролике мы коротко поговорим по поводу патча 1.1 что же нас там ждет вчера был стрим разработчиков и они наглядно показали что уже нас ждет в будущем в геншин пак первое что нас ждет продолжение истории игры напомню закончилось тем что нас пригласили во дворец мы встретимся с такими персонажами как сяо будет новый мировой босс и он появится рядом с городом лея что касается этого босса он нас будет трехфазовый то есть вам придется в три раза убивать первая фаза у него как я понимаю в воде вторая фаза он у нас электро третья фаза полуэлектро полу вода что касается героя сяо скорее всего не будет у нас появится полу копейщик полу лучник водные стихии достаточно интересный персонаж 5 звезд второй персонаж у нас будет также 5 звезд это у нас каменный копейщик как вы понимаете что и первый персонаж что и 2 будет выпадать у нас в молитвах механика этого персонажа достаточно интересно третий персонаж у нас идет огненная двуручница это у нас такая рокерша как и уже прозвали делюк на минималках далее у нас идет замораживающая копейщица в целом стоит отметить тот фактор что и предыдущий что и этот персонаж 4 звезды также у нас появится с вами репутация и в городе манштадте и в городе льве прокачка данной репутации позволит вам выбрать себе внешку своих крыльев также всякие рецепты алхимии также рецепты кузнецы также рецепты приготовки пищи на прокачку репутации вам надо будет проходить еженедельные задания еженедельные квесты в общем будет чем заняться не как сейчас бегать собирать и бесконечно сундуки также у нас появятся с вами карточки обратить внимание на каждого персонажа своя карточка честно говоря и не очень понял как они получаются то есть там будут карточки и на манштадт и на льве это понятно за репутацию а вот про персонажей честно говоря не очень понял если вы более подробно знаете напишите об этом ниже также у нас появятся новые крафтовые вещи помимо этого у нас появятся такие вещи как телепорт который вы можете поставить волк потому что к волку надо бежать помните окольным путями а тут вы просто в хреначиваете телепорт как я понял если я правильно понял вы его можете использовать там в течение недели после чего он исчезает помимо этого вы можете поставить себе жаровню да то есть вот просто вам надо приготовить взяли расположили жаровню перед собой и там благополучно приготовить все что надо также у нас появится с вами компас которым мы будем искать себе звезды если мы лично старые игроки скажем так отталкиваемся от интерактивной карты то новым игрокам достаточно будет сделать себе компасы по нему находить также у нас появится с вами баночка благодаря которой мы будем собирать и мотыльков и в определенном месте мы можем их выпускать поток воздуха получается то касается пока у нас уберется привязка 60 fps то есть можно будет повысить частоту кадров также уберется привязка клавиш очень удобная штука была и то что теперь можно настроить под себя управление это очень удобно когда мы смотрели китайскую версию нам также показали новый тип моба хотя он наверное просто расширить визуализацию потому что будет он отлетать так же быстро как и обычные мобы но если они будут добавлять там каждый грубо говоря вот такой крупный патч там от одного до какого-то количества мобов тем самым будет больше разнообразить помимо этого вместо 120 смолы у нас появится 160 смолы тем самым позволив разнообразить количество действий потому что 120 смолы на самом деле достаточно мало также нам показали события вроде жаровни в китайской версии это показали в английской версии это не показали там фишка заключается в том надо набрать определенное количество очков и тем самым получить сундук также в китайской версии нас показали какой-то новую валюту скорее все это валюта события и если я правильно понял у нас будет с вами магазин этого события также у нас будет возможность получить фиш за события что касается персонажей сяо напомню это анима копейщик которого ждали в патче 1.1 он будет только в плане квеста скорее всего его передвинули вопрос когда хотя есть неподтвержденная информация что возможно он появится в баннере но это еще не все также нас ждет новое оружие и новые баннеры напомню патч выходит у нас 11 ноября это патч 1.1 1.2 патч выходит 23 декабря который будет более глобальный хотя и этот патч достаточно неплохой также я выпущу отдельный ролик по четырем новым персонажем на этом у меня все друзья всех благ вам пока пока